Здравствуйте еще раз. У нас второй блок, гости. Сегодня мы поговорим о транспорте города Саратов. В гостях у нас Павел Кузнецов, замдиректора Саратов Горэлектротранса и блогер Анатолий Леонтьев. Здравствуйте все. Здравствуйте. Давайте, пожалуй, начнем с вашей темы. Городской электротранспорт. Можете ли вы описать основные проблемы, которые есть сейчас у самого экологичного вида транспорта? Ну, основных проблем так много, что такой, наверное, короткой передачей все перечислить не удастся. Но самая главная проблема, конечно, это хроническое и большое по объему недофинансирование. Хорошо. Деньги всегда нужны. Однако, за счет каких, кроме рекламы, за счет чего можно было бы проявлять эти деньги? Деньги не надо привлекать. Они как бы уже привлечены. Мы перевозим пассажиров. Это является основной нашей деятельностью и основным нашим источником доходов. Собственно, наши затраты, которые мы несем, они как раз и определены на этот вид деятельности. Перевозку пассажиров в граждан города Саратов. Однако, более половины наших пассажиров это социальные льготники, за которых оплата ведется в очень незначительном размере. Вот полная оплата за эту категорию граждан и есть тот самый источник привлечения недостающих средств на организацию перевозок всех категорий граждан, гостей и жителей города Саратов. Сегодня на Схе перевернулся грузовик, свалился на трамвайные пути с песком и появилась очередная идея огородить трамвайное полотно хоть каким-нибудь заборчиком, чтобы избежать. Очень хорошая, очень нужная, очень правильная идея, потому что одной из последующих проблем после недостатка финансирования является постоянное ограничение в движении, которое вызвано элементарными пробками, которые на большинстве загруженных участков и которые вызваны постоянным ДТП автомобилей на трамвайных путях и на участках, где проходят троллейбусные маршруты. В результате весь маршрут стоит. Столкнулись два автомобиля, один другому повредил там бампер, фару разбил, средний вот такой простой, до вызова ГИБДД, страховых комиссаров, составление соответствующих протоколов и так далее, час и более. В течение часа весь маршрут, а если несколько маршрутов проходит через этот участок, стоят. Особенно тяжелая ситуация в районе Мирного переулка, где сходятся 9, 10 маршруты, 3 и 11 маршруты. В числе пик это более 100 единиц трамвайных вагонов. Вот достаточно произойти какому-то даже незначительному ДТП на этом участке, чтобы все эти маршруты, все эти вагоны и десятки тысяч людей остались без транспорта. Сразу тогда поговорим о маршрутах. Очень перспективная была идея соединить 9, 8 и 3 трамвай и пустить через весь город. Идея совершенно не перспективная, не перспективная она по одной простой причине. Если сейчас в результате того, о чем мы до этого говорили, восьмерка не стоит, то если мы их соединим, будет еще и восьмерка стоять к добавлению к тем самым маршрутам, которые есть. Это первая часть проблемы. Вторая часть проблемы, что это совершенно разный пассажиропоток. На восьмерке пассажиропоток одна единица, на девятке, на эту же самую единицу приходится 3-4 единицы. То есть получится, что подвижной состав будет использоваться крайне нерационально. Там, где пассажиров мало, будет гоняться большее количество подвижного состава, это вот по восьмому маршруту. Там, где их нужно большее количество подвижного состава, за счет того, что он перераспределится на более длительный оборотный рейс, его будет меньше. То есть получится, если девятку, например, с восьмеркой объединить, то на девятке вагонов будет не хватать, а на восьмерке будет их избыток. Те же самые пассажиры будут возмущаться, жаловаться. А зачем столько? Вот у нас было объединение 11-го и 10-го маршрута, все вагоны 11-го маршрута исчезли через Октябрьский поселок. Вы не представляете, сколько жалоб поступило от жителей. Их можно понять, люди были возмущены, зачем столько вагонов идет туда, где пассажиров всего ничего. Вот это оборотная сторона вот этой вот идеи объединения маршрутов. Та трамвайная сеть, которая была создана при советской власти, она была очень четко структурирована по количеству перевозимых пассажиров. Она была замкнута. Влияет ли как-то дублирование с маршрутными такси? Вот, например, 50-й трамвай, 58-я маршрутная? Конечно, влияет. То есть, все дублирование, оно контрпродуктивно. То есть, мы в состоянии перевести всех пассажиров, которые относятся вот как бы к нашему пусту, или как угодно можно по-другому сказать. И использование здесь какого-то другого транспорта, не только маршрутных такси, но и других видов транспорта, оно не обязательно. Но, тем не менее, с появлением маршрутных такси, автобусов большой вместимости сократилось количество пассажиров на трамваях, на троллейбусах. Сейчас по Чернышевской совершенно пустые они ходят. Есть ли какая-то перспектива? Может быть, действительно стоит немножко поменять маршрут и захватить те углы, где не так часто ездят другие автобусы? Я сейчас просто пример приведу. Вполне возможно, что пятерку-то, может быть, убрать с улицы Астраханской, университетской. Потому что она там едет в противовес движению, создает пробку, так же ДТП, так же она стоит. Может быть, ее у нас убрать чуть повыше или вниз? Астраханскую? Ну, вот в последнее время часто, вот, к сожалению, произносится слово убрать, и иногда даже это реализовывается. Вот, ну, даже когда мы переносим автобусный маршрут, а большинство автобусных маршрутов, они недавние, люди к ним не привыкли, и то это достаточно проблемно в разных отношениях. А перенесение троллейбусного маршрута или, тем более, трамвайного маршрута в современных условиях, это очень и очень трудно и в техническом и финансовом отношении задачи. В имеющемся финансовом положении она неосуществима. Поэтому, когда мы говорим о переносе маршрутов, да, можно экспериментировать с микроавтобусами, как наиболее такими динамичными, вот, в маршрутном отношении величинами. Наверное, тут можно найти эмпирическим путем какую-то лучшую остановку, но трамвайную сеть, конечно же, не представляется возможным как-то. История с Орджоникидзе, Перекопном, и история с троллейбусами, которые разворачивались, не доезжая немножко. Во-первых, жил участок перед мостом. Мне показалось, что вообще нерентабельно было гонять эти троллейбусы, потому что на них буквально от второй садовой, от городского парка, в заводской район уже никто не ехал, все выходили и пересаживались. Стоило ли гонять подвижной состав только для того, чтобы совершать вот этот круг? Вы знаете, сколько за это время мы жал получили возмущений, звонков и в письменном виде, и в различные инстанции органов власти, и в областные, и в городские, вот, по поводу того, о чем вы сейчас говорите. Вот даже самый маленький, самый, вот, казалось бы, вот где-то далеко на окраине маршрута, ну, той же там четвертый, предположим, трамвайный маршрут, вот стоит его хотя бы там на час закрыть, сразу же тем, кто им пользуется, люди это замечают. Вот, оказывается, не 10, не 100 тысячи людей оказываются недовольными этим. Конечно, не каждый из них жалуется, не каждый из них как-то выражает, но те, кто, вот, считает нужным это сделать, он выражает мнение вот всех этих возмущенных и обиженных людей. То есть, любое, вот, даже малейшее изменение, оно всегда болезненно, и болезненно для многих людей, поэтому мы стараемся подходить с особой осторожностью. Да, у нас тоже, вот, есть некоторые идеи о том, где, чего и как можно было бы сделать, но прежде чем вот это сделать, мы, конечно же, стараемся собрать как можно больше информации, согласовать с теми, кто от этого пострадает. Понимаю. Давайте немножко отойдем от трамваев, я вот сейчас Анатолию задам вопрос. Анатолий, ты у нас занимаешься пробками в центре города, улица Московская, я знаю, твоя любимая практически. Ну, как любимая? Тут достаточно много больных мест по всему городу, Московская это как бы одно из них, а, собственно, есть видео к этому, к разговору, можно его как-то посмотреть и на примере все объяснить, чтобы не быть голословным. То есть, к примеру, вот улица Московская, то есть типичная ситуация, посмотришь в одну сторону, пустая абсолютно дорога, автобуса не видно. Мы разворачиваем взгляд и видим, где-то там вдалеке стоит или тихонечко едет нам навстречу какой-то автобус. То есть, он никуда не торопится, впереди его ничто не ограничивает. Ну, единственное, возможно, как заявляют чиновники из администрации, что они ездят по графику с определенной скоростью. Ну, со стороны впечатление остается вполне другое. То есть, вот, подъезжает автобус, и он за собой тянет вереницу другого транспорта, в том числе электротранспорт, который ездит по этой же полосе, потому что полоса выделенная, она идет навстречу основному потоку. Обогнать его, в принципе, нереально, тем более, что все время навстречу все время тоже как бы затор. Сплошеньком вот, а троллейбус проехал, за ним газель, вдалеке показался еще один автобус. За этим автобусом будет еще автобус, потом еще за ним троллейбус. Казал бы, что, ну, проехал автобус. То есть, можно спокойно доехать до остановки, посадить людей. Так нет, то есть, у водителей есть время остановиться посреди маршрута. А вот вы же тоже занимаетесь, в том числе, и большегрузными автобусами, то есть, ваша... Большой вместимость. Да, большая вместимость. Стоит ли их так набивать на улице Московска, вот в этом узком пространстве, либо просто, может быть, их подойти, простите, пнуть и сказать, ну, ехали уже? Ну, у нас там небольшой участок, у нас 90-й маршрут, мы до музейной площади наши автобусы не ходят, они на Чапаево поворачивают. Ну, вот этот вот поворот на Чапаево, конечно, он очень проблемный во многих отношениях. Вот, то, что касается автобусов, ну, тут это отдельная, как бы, тема. Вот, электротранспорт, это, как бы, один комплекс проблем, вот, с автобусами, это совершенно другой комплекс проблем. И, вот, появление вот этого большого количества разнонаправленных маршрутов, оно во многом, вот, связано с тем, что, ну, как бы, такая новая стратегия, что ли, вот, была предложена, вот, транспортных перевозок. Ну, вот, нашей точки зрения, она, может быть, не совсем удачная, то количество транспорта, которое сейчас в городе, мы видим, что оно уже превосходит физические параметры, позволяющие, вот, ему успешно перемещаться. Поэтому, вот, как-то, наверное, нужно вернуться к тому, под какую транспортную схему изначально проектировался и строился город. Ведь, в большей части мы живем в тех... Большие журналисты прошли вот сегодня по московской, по той же самой, и поспрашивали обычных людей, что они думают про автобусы, про троллейбусы и так далее. Давайте посмотрим, сейчас мы все увидим в студии. Зрители наши у себя на мониторах. Это хорошо, у вас, кстати, с автобусами все хорошо в городе. На слой грани похуже, а с автобусов мало, а весь место транспорта входит как-то не очень. Вот. Да нет, у вас все хорошо в городе, не волнуйтесь по этому поводу. С точки зрения хорошо. Да, есть только у вас слегка так вот, место, где автобус приезжает, слегка перекошенно седает. Слегка. А так все хорошо. Вот, например, удачные автобусы. Если прошлый год было, значит, утром идет, в обед и вечером. В этом году сократили. Утром один, вечером обратно. А это где-то за Энгельсом, очень далеко. Хотя мы ветераны, может быть, специально и делают, чтобы мы меньше ездили. Но мы и так не ездим. У меня моего ума. У меня все нравится, что-то не нравится. У меня все нравится. Ходит-то, слава богу. Вот так. Я считаю, что в Саратове неплохо работают общественные страны. Особенно от вокзала, вот мне сюда доезжать. А вообще пробки мешают. Вот мы приезжаем с Калининска по мосту, и там всегда пробки. Вот, в моем мнении, надо, дороги лучше стали. Какие-то стоянки организовывать надо в Саратове для частных машин. Стоянки, экипажные, чтобы они тоже себя комфортно чувствовали. Поставили машину и ушли. В моем мнении такое. Все устраивает, по крайней мере, то, что сейчас сделали уже. В принципе, совсем довольны. Ну, бывает иногда из-за того, что медленно вот ходят. Есть вот к этому претензии. А так, в принципе, нет. Мы слишком долго ждем 29-й. Ну, наверное, зависит от пробок. Пробки. А как ее улучшить? Значит, где-то ремонты идут. Надо их летом делать, а не вот в это время. Вот. Вот я думаю, так. Просто идет он, вот он, полупустой. Ну, вот 29-й мы ждем в Октябрьское ущелье, мы не можем уехать. Вот стоим и ждем с 8 часов, кстати. Представляете? Нам вот, знаете, что не устраивает? Вот когда у нас нет в них кондуктора, в автобусах. Например, утром едешь, там много народу, выходят все переднюю дверь. Грязно, между прочим, в автобусах грязь. Вот мне вот это не устраивает. Когда идешь и стоишь, выходишь, через 20 минут, чтобы идти, через... Такая вот самую переднюю дверь. Почему в ангельских автобусах мне очень нравится? Там всегда кондуктор. Даже кто-то много объявляет на станок. У нас, как будто у нас вообще кондукторов нет. Так, ну, начнем, наверное, с Анатолия. По часовой стрелке. Какие-то комментарии, какие-то мысли после уединого? Какие-то комментарии, то есть, как люди выражают проблемы те, которые они сталкиваются ежедневно, собственно говоря. То есть, ну, это как проблема саратовских автобусов, как бы, можно сделать таким образом, что большое количество собственников, за которыми контролирующие органы не в силах просто следить, и чтобы они исполняли все условия по перевозкам людей. Служен монополист? Монополиста, по сути дела, как такового фактически нет. То есть, если на не разных маршрутах ездят, говорится, обслуживают разные перевозчики. Павел, еще один вопрос. Давно меня волнует и моих знакомых. После открытия нового моста, я просто вас не спрашиваю комментарий к сюжету, потому что вы и так общаетесь с людьми, и уже сегодня высказались по поводу всех жалоб. После ремонта моста планируется ли хоть какая-то реорганизация, модернизация маршрут номер 9, знаменитого нашего троллейбуса Международной? Это не от нас зависит. Если будут выданы технические условия, позволяющие это сделать, там же, что имеется в виду под модернизацией, нужно установить опоры контактной сети, и нужно осуществить подвес этой контактной сети, а это медный провод, он достаточно тяжелый. То есть, это вот нагрузка на, пусть он и реконструированный, но подпадает ли он под эти параметры, это должны сказать специалисты. А вообще он необходим? Или автобусы справляются с пассажиропотоком между нашими городами и соседями? Ну, в принципе, автобусы могут с любым пассажиропотоком справиться. Вопрос только в том, насколько это эффективно и рационально, использование именно автобусного транспорта в данном случае. То есть, ну, как бы, когда был троллейбусный маршрут, ну, практически это был один из символов, наверное, города Саратова-Энгельса, моста и троллейбус через мост, основной вот этот маршрут, связывающий центр Энгельса с городом Саратовым, он, конечно, очень был эффективный, что тут говорить. Хотелось бы его восстановление. Неважно, будет ли он к Энгельсу передан полностью на эксплуатацию, или частично она будет поделена между нами. Конечно, желательно это, но в первую очередь это тут зависит от параметров технических. Спасибо. Если у кого-то еще что-то есть сказать, пожалуйста, если... Спасибо вам. Ну, единственное, могу дополнить, как бы, вещь, что транспортная проблема, она, по сути дела, решается, как бы, вроде, ее все видят, но решить ее гораздо сложнее, чем те наболевшие точки, которые они имеют, потому что она переплетается и с планированием городского, вообще, уличной и дорожной сети, и вообще с застройкой города. То есть, здесь должны работать специалисты, как бы, садиться и комплексно на эту проблему решать. У нас создается впечатление, что администрации города, как бы, в одном ведомстве они пытаются решить, но из-за отсутствия финансирования не могут. Другое ведомство, что и вставляют палки-колеса, то есть, отдавая за решение на строительство тех мест, где можно было бы расширить дорожную сеть. Не видно, как бы, единой направленности действий в решении, как говорится, этой проблемы. Спасибо. Павел Кузнецов, Анатолий Леонтьев, спасибо большое, что пришли. Еще обязательно позовем.